Совсем скоро эти школьные коридоры наполнят голоса ребят, а пока здесь звучат строительные инструменты и ежедневно проходят совещания по оперативной отладке всех возникающих вопросов. Корпус солнечной школы, а точнее гимназии номер 2, полным ходом готовится к сдаче. Очередную рабочую встречу провели здесь глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков и первый заместитель министра строительного комплекса Александр Вилькамир. Если неделю назад строительная готовность школы оценивалась в 95%, то сегодня уже 98%. На глазах видоизменяется актовый зал. Здесь уже положили паркетную доску, завершается монтаж подвесного потолка. Проводятся пусконаладочные работы, проверка, отладка, настройка оборудования, пожарных систем. Рабочие собирают и расставляют мебель в учебных классах, оборудование для раздевалок. На финишной прямой и работа на территории школы. Заканчивается благоустройство, установка малых архитектурных форм. Как рассказал главный инженер подрядной организации «Стройтрест-22» Сергей Перов, до конца недели работу планируют завершить, и школа будет готова к итоговой проверке глав Госстройнадзора. На сроки самое главное, чтобы мы не выбивались из сроков, назначенных ранее. Была составлена дорожная карта, которой мы придерживаемся, где были нам обозначены определенные реперные точки, пока мы идем к графике. Параллельно ведется оформление документации. На следующей неделе подрядчик планирует получить главный разрешительный документ – заключение о соответствии ЗОС. Открытие корпуса «Солнечный» запланировано на 1 сентября. Глава и первый замминистра также проверили ход работ на стройплощадке в микрорайоне Жигалова. Готовность школы на 1100 мест на сегодня составляет 70%. Генподрядчик компания «СК Молния» все работы также ведет в соответствии с графиком, а иногда даже старается опережать его. По словам представителя организации, в здании школы на 85% выполнены отделочные работы – шпаклевка, штукатурка. Завершаются электромонтажные работы. Приступили к оформлению фасада. На большей части здания уже смонтирована кровля. Остались одна секция – спортивные и актовые залы. И к этим работам также приступили. Полностью закончено устройство отопительной системы. Параллельно ведутся работы на наружных сетях. Теплотрасса у нас выполнена. Она все подключена, введена. Водопровод выполнен. Осталось чуть-чуть, порядка 6 метров сделать. И там дальше подключение водоканала идет. Осталась ливневая и бытовая канализация. Это по наружу. Ну и, соответственно, освещение. В ходе работ проект потребовал корректировки. Но на сроках это не отразится, заверил подрядчик. Очень хороший подрядчик, качественно работает, прекрасный проект. И есть все возможности ускорить и выполнить основные виды работ до конца текущего года, 20-го. Строительство социальных объектов – ключевое направление для города Щелково. В Подмосковье в целом особенно строительство школ, которые очень нужны муниципалитету. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.